Первоуральский лес полон не грибов и ягод, а покрышек. На выезде из Первоуральска обнаружена свалка старой автомобильной резины. Кто таким образом избавился от мусора, выясняют экологи, полиция и наши корреспонденты. Вот такая свалка появилась на окраине Первоуральска в лесу. Здесь около 150 разных покрышек, в основном для легковых автомобилей. Есть резина эконом-класса, есть премиальная для внедорожников. Шины порваны, стерты протекторы. Такую гору резины в 100 метрах от моста на выезде из города обнаружил Антон Хамедулин. Зашел в лес, увидел первую кучу. Сначала была большая, потом, когда приехал, уже дня через два, через три уже уменьшилось и, видать, пришли грибники, уже растаскали. На место свалки приехал глава Первоуральского экофонда Александр Цидилкин. Предполагал увидеть склад бытового мусора, но такой картины не ожидал. По его словам, покрышки тоже опасно оставлять в лесу. Они разлагаются несколько сотен лет. Будут выделяться биогазы, которые вредны и для природы, и вредны для здоровья человека. Будем, конечно, выяснять, кто из мастерских шиномонтажа начал безобразничать. На двух старых покрышках есть наклейки, где указано имя владельца, который сдавал колеса в ремонт, и даже фамилия индивидуального предпринимателя, чья фирма занимается шиномонтажом. Оказалось, что это компания из Екатеринбурга. Мы связались с ними по телефону. Мы не занимаемся утилизацией, мы только продаем шины. Единственное, все они какие-то там по гарантии, но по идее они отправляются производителю бракованные шины. Недалеко от этого места в Талице находятся два шиномонтажных центра. В одном из них рассказали, как утилизируют старую резину. Заключен двор с предприятием, которые приезжают и забирают все. Как часто машина приезжает? Раз в месяц, раз в три недели, две? Ну, раз в год, наверное. Кто-то перед сезоном хотел, видимо, освободить свою территорию. В шиномонтажке предположили, что кто-то просто избавлялся от старых колес и, вывалив их в лесу, решил сэкономить. Сейчас искать недобросовестную фирму будут сотрудники экофонда и полиции Первоуральска. Штраф за такое нарушение для предпринимателей составляет до 50 тысяч рублей. Светлана Вахмянина, Денис Хромцов. Новости Первоуральск.